Дорогие зрители, приветствую вас! Сегодняшний ролик посвящен выезду несовершеннолетних за границу, а точнее, последним изменениям в порядке такого выезда. В настоящее время этот вопрос очень актуален для многих родителей, которые проживают отдельно от ребенка после расторжения брака. Мы в своей практике неоднократно сталкивались с ситуацией, когда один из родителей, вопреки воле другого, увозил ребенка за границу и назад больше не возвращался. Процедура возврата ребенка обратно крайне тяжелая, а в случае с некоторыми странами, например, с США, практически невозможна. Как раз для таких случаев законом была предусмотрена возможность подачи в МВД заявления о несогласии на выезд ребенка за границу. И такое заявление можно было отозвать только в судебном порядке. Согласитесь, достаточно неудобная и сложная процедура. Как это работало раньше? Родитель, который полагал, что его ребенка могут увезти за границу, подавал заявление о несогласии на выезд ребенка, и ребенок фактически становился невыездным. То есть никаких тебе каникул в Турции, учебы в Германии и тому подобное. Сиди до 18 лет дома. Причем, если папа с мамой договорятся, просто так запрет на выезд было не отменить. Надо было идти в суд и отменять его уже в судебном порядке. Однако еще в июле текущего года были внесены изменения в федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации. А с 17 октября вступил в силу приказ МВД, которым утвержден новый порядок подачи заявления о несогласии на выезд. Теперь подавать и отзывать заявление на выезд гораздо проще. Для подачи заявления о запрете на выезд достаточно лишь подать его в подразделение МВД по делам миграции в вашем субъекте. В Санкт-Петербурге такое подразделение находится на улице Красного Текстильщика. Или же в депмиссию, если гражданин постоянно проживает за пределами Российской Федерации. Форма заявления о запрете и об отзыве такого запрета утверждена новым приказом МВД. Теперь для отзыва запрета на выезд нет необходимости проходить 7 кругов АДА в судах. Отзыв заявления подается в том же порядке, что и само заявление. Специально для вас мы подготовили эти формы в формате Word и выложили их у себя на сайте. Там же находится файл с полным текстом приказа. Я не буду здесь забивать вам голову цитированием списка приложений к этим заявлениям. Все написано в приказе. Скачивайте, читайте, если будут возникать вопросы, пишите в комментариях, мы с удовольствием ответим. Ссылка для скачивания файлов находится прямо под роликом. Для подачи заявления необходимо его заполнить, приложить к нему документы, предусмотренные приказом, сдать в МВД и все. Запрет заработает через пару рабочих дней. И также через пару рабочих дней запрет перестанет работать, если вы решите его отменить. Но кроме того, появилось еще одно немаловажное новшество. Теперь наложить запрет на выезд можно в конкретные страны и на определенный период. В МВД полагают, что такая возможность позволит родителям устанавливать запрет, исходя из сложившихся жизненных обстоятельств. Что, по моему мнению, достаточно разумно. Однако споры между родителями, связанные с несогласием на выезд ребенка за границу, по-прежнему решаются в суде. То есть, если несговорчивый родитель отказывается отзывать запрет, то с этим помочь может только суд. Обратите внимание, что теперь родитель, который наложил запрет на выезд, сам вправе вывозить ребенка в случае, если он является гражданином Российской Федерации. Раньше этот вопрос на законодательном уровне урегулирован не был. И еще одно очень важное новшество. Теперь для того, чтобы ребенку выехать за границу с третьим лицом, бабушка, дедушка, тетя, тренер, няня, не нужно согласия обоих родителей. Это просто фантастическая норма, дорогие зрители. Вы не представляете, сколько проблем создавали родители, которые отказывались идти к нотариусу и давать письменное согласие на выезд за границу с сопровождающим. Теперь такой проблемы не будет. Если у ребенка не закрыт выезд за границу, но родители категорически не общаются друг с другом, маме не обязательно бегать за папой с просьбой дать необходимое согласие. Она просто идет к нотариусу и удает его сама. То же самое касается и пап. Правда, в нашей практике чаще все-таки мамы бегают за папами, чем наоборот. Выскажу личное мнение. Ребенок не должен являться инструментом шантажа. Даже если существует реальная угроза переездка за границу после развода. Прежде чем ее закрывать, необходимо подумать, а не делаешь ли ты хуже ребенку. Насолить бывшему или бывшей, это понятно. Но при чем здесь дети? Они не должны становиться разменной монетой в играх взрослых. На их содержание необходимо платить алименты. Они должны видеться со вторым родителем. Права второго родителя не должны нарушаться. А так получается, что у нас сплошь и рядом. Обиженная жена рассказывает детям, какой плохой папа. Обиженный папа не платит алименты и закрывает ребенку возможность увидеть мир. Взрослые думают только о себе и о своих обидах. О детях они думают в последнюю очередь. Это очень плохо, дорогие зрители. Июльские изменения закона и сентябрьский приказ МВД это маленький шаг к тому, чтобы проблем с выездом за рубеж у маленьких заложников взрослых конфликтов стало меньше. Они не исчезнут, пока не заработает исполнительная система, которая должна следить за тем, как исполняются судебные решения. Вот когда она заработает, тогда и алименты будут платиться. И решения о порядке общения с детьми станут исполняться. А сейчас пока у нас полный хаос и неразбериха в этой сфере, к сожалению. Но это уже совсем другая история, дорогие зрители. Заходите к нам на сайт, скачивайте приказ, образцы заявлений, задавайте вопросы в комментариях. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!